Выкопал, вернул и попал в озеро Огненное. Поэтому, братья и сестры, то, что вы знаете Писание и вас считают христианами, вам подобными, не значит, что вас посчитает Отец Небесным достойным. Достойные плоды покаяния нам принести, как грешники, как грешники, все мы. И здесь мы на земле, чтобы достойные плоды покаяния принести, а не создать себе здесь теплое место, семью. Иисус нас просил не создавать семьи, а мы две тысячи лет создаем семьи. Плодим и бесов в землю впускаем. Но все является волей Божией. Поэтому это есть избранность Божия. Бог, Отец наш, знает напрямую, наперед, кто из нас как себе поведет. Поэтому и стоит его слушать. Голос его стоит знать, чтобы под обман не попасть. А потом через озеро Огненное не знакомится с живым отцом, что грех не выносит. Отворачивается и огнем поражает все то, что к смерти ведет. Чтобы жизнь защитить, чтобы любовь вечно Богом быть могла. Чтобы смерть никогда святых и чистых детей Божьих с собой забрать не могла. Вот для этого огонь с небес сейчас спускается. Чтоб церковь, чтоб своих вознести из ада, что гореть будет. За беззаконие человеческие, за убийство, брата, убийство, насилие. За темное сердце и отступление от Бога, Творца. За предательство всего ценного и живого. Когда-то, всегда всему приходит конец. И Бог Творец предсказывает, как и закон здесь, сатанинская система, все свои шаги в открытом виде, доступ, в открытый доступ ставит. Всегда. И поэтому этим делается легитимным. Так и Бог предсказал в своем слове. Что будет наперед. Вот именно так и все происходит. Поэтому, кто знает Слово, тот и знает, что истина. Фарисеи знали Слово, знали, что есть истина. Но их сердце не позволило жить по истине. Принять Иисуса из Назарета, Мессией. Так и сегодня не примут. Когда Дух Святой изливается в сердце, стучит и пробуждает. И зовет отступить от мерзкой жизни, от суеты. И в первую очередь искать Царство Небесное. Внутренное присутствие Бога, а не внешное. И кто не услышит, кто не примет зов. Перед тем будет закрыт одерь на первый тысячелетний. И все остальные будут испытывать начало великого... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова